Как вы считаете, если в семье по-разному понимают Писание? Вы говорили, что не нужны споры, это ни к чему не приведет. А что сделать? Молчать значит соглашаться, значит вести двойную жизнь. Страшно болезненный вопрос. Страшно болезненный вопрос. Когда человек попадает, ну, участвующие люди находят своих супругов, своей половинки, скажем так, в церкви. И кто-то вдруг выходит за рамки церковного мышления, начинает думать по-другому, а супруг, супруга не поддерживает его. И возникает такой разлад. Очень, очень страшно. Очень страшно, потому что это порой бывает в вопросах принципиальных. Ладно, было бы в вопросе, будет ли вознесение до скорби или после скорби, или там еще в каком-то вопросе. Бывает, что это касается самых-самых важных основ веры. Бывает, что это касается образа жизни, когда один из супругов хочет соблюдать закон, например, и чистую пищу, а другой говорит, готовь мне эскалопы, свининки хочу. И очень страшно, страшно дать совет, как тут поступать. С одной стороны, вера ведь внутренний вопрос. Можно заставить ближнего человека, супруга, супругу замолчать и не высказывать свое мнение. Но нельзя заставить его, ее верить, как мы хотим. То есть мы можем сказать, хорошо, в нашем доме мы открыто на словах верим только в то, что Бог един и никакой трилитарной доктрины не существует. А трилитарная доктрина – это ересь. Или наоборот, можно сказать, а мы вот тут в троице только верим, и не смей говорить, что три – это не личности. Так или иначе, в любом случае, если человек верит, это ведь для нашего супруга, для нашей супруги жизненно важно тоже. И вот он верит так. Мне открылось, а ей не открылось. Ей открылось, а мне не открылось, мне так не бывает. Нет, мне всегда открылось, а ей не открылось. Мне вот недавно человек написал, а вот Алекс Блент, он не верит в то, что решила Бог, ну и оставайся во мраке. Так и, ну то есть нету даже вопроса, что, может, я не... А как я верю вообще спросить? Там узнать, что человек на основании каких-то сделал вывод в том, во что я верил, и оставил меня во мраке. Мне не можно сказать, а супруга моя у нас останется во мраке. То есть нам надо привыкнуть к тому, что есть рядом люди, такие же честные, как мы, такие же, может, умные, как мы, не глупее, не лживее, чем мы. А такие же искренние, как мы. Но они верят не так, как мы. Может, в чем-то не так, может, мы их не так понимаем. Но они верят не так, как мы, и с этим надо как-то жить. То есть надо научиться с тем, что я верю так, а моя жена, может быть, верит не совсем так. И это обоюдное взаимоуважение должно быть в молитве о том, чтобы Всевышний нам всем раскрыл истинную веру. Но, опять-таки, если мы не смотрим друг на друга, а смотрим на Бога. Если из рекомендаций из посланий есть вопросы, когда человек неверующий, если согласен жить с верующей, то с ним можно жить как быть. А как быть, если рассматривается в посланиях такая ситуация, когда один человек вообще неверующий. А нам как бы легче, когда он неверующий вообще. То есть с ним-то понятно, проблема с тем, когда человек вроде верит, но он верит не так, как мы. Верит в триединство или, наоборот, не верит в триединство. Верит в божественность Машиха или не верит в божественность Машиха. И как будет? А если давайте возьмем двух людей, которые верят, казалось бы, одинаково. Если взять эксперимент и сказать, что ты распиши, как ты вот это понимаешь, то вдруг мы найдем, что это одинаково становится, наверное, вдруг окажется. Каждый человек верит абсолютно индивидуально. Нельзя загнать человека под определенный дом. Поэтому, как можно сказать, вера иссякнет, знание прекратится. То есть все вот эти доктрины, они временно. Что останется? Любовь. Поэтому, если при таком вот рассказе, когда я знаю, я могу сказать, что мне сейчас выбрать? Принципы веры, какие-то мои знания о Боге. Или выбрать то, что я люблю этого человека. Вот люблю и все, в сердце моем любовь. То я выбираю любовь. Как быть? Значит, как быть? Любите его со всеми теми вещами, которые нам кажутся. Знаете, животное, когда им холодно, не прижимаются друг к другу. Понимается к другу. Как быть ежиком? Надо терпеть колечки друг к другу. Если так вот. Ежистве попала семья. Ну, значит, надо как бы принимать чужие колючки. Любите своих супругов, женщин. Женщин, любите своих мужей. И попробуйте, чтобы эта любовь была взаимной. Вот я думаю, что это совета. Остальное, остальное приложится. Потому что любовь, она важнее веры и важнее знания. Это мега трудно. Хочется, чтобы супруга исповедовалась так, как я исповедую. Знаете, что я понимала все так, как я понимаю. А ей тоже хочется от меня. Очень хочется. А тем более, что детям сказать. Это страшно. Это страшная проблема. Это очень-очень болезненный вопрос. И чувства, которые испытывает человек, очень бурные. И правильный гнев накрывает. И все что угодно. Я все это проходил, знаю. Но просто помните, что мы их любим.